Американо-швейцарская певица, автор песен, танцовщица и актриса Тина Тёрнер скончалась в среду в возрасте 83 лет. Она ушла после продолжительной болезни в своём доме недалеко от Цюриха в Швейцарии. Новость опечалила многих. При этом прохожие в Нью-Йорке отмечают, что её творчество не подвластно времени. «Мне кажется, она была вечной. Такой и останется. Даже если она умерла, она всё равно останется Тиной Тёрнер». Тёрнер родилась в США. Карьеру начала в 50-х годах, в эпоху начала популярности рок-н-ролла. Тогда она записывала свои песни с мужем Айком. Однако позже она обвинила его в домашнем насилии и ушла, начав сольную карьеру. Со своей любовью к музыкальным экспериментам и душевным балладам она идеально вписалась в поп-ландшафт 80-х. «Своей музыкой и стилем она шла против течения. Она шла против того, что говорили в то время, став одной из самых популярных темнокожих артисток в мире». «Когда я был на работе, они включали её музыку, и это поднимало настроение. Но теперь, когда я знаю, что её больше нет, всё будет по-другому». Тёрнера называли королевой рок-н-ролла. В 80-х она получила 6 из 8 своих премий Грэмми. Десятки её песен попадали в топ-40, а её шоу 1988 года в Рио-де-Жанейро собрало 180 тысяч человек. Это одна из самых больших концертных аудиторий в истории музыки. «Думаю, она на самом деле переживала в жизни то, что можно увидеть в её музыке. Она взрывалась своими песнями, голосом и музыкой. Её жизнь действительно что-то принесла публике». О жизни Тины Тёрнер сняли несколько фильмов. Также был поставлен мюзикл, который показывают на Бродвее до сих пор. «Бродвее! Бродвее! Бродвее!»